О стиле вождения водителей маршруток сложены легенды. Считается, что лучше обходить и обижать их стороной. А если посчастливилось передвигаться на этом виде транспорта, то перед тем, как сесть в салон, обязательно нужно перекреститься. Шутки шутками, однако печальная статистика идет в гору. За 2023-й произошло свыше 100 аварий с участием перевозчиков. Погибли 37 белорусов. В целом вопрос стоит очень остро и неоднократно поднимался на уровне главы государства. Последней каплей стала трагедия под Смолевичами. Самое страшное, что нелегалы намеренно уходят от требований безопасности, которые предъявляются к регулярным перевозчикам. Наличие необходимой водительской категории и стажа. Людей возят все, кто хотят. А потом дикие аварии. Стажа нет, категории нет, допуска в рейс нет, техосмотра нет, режим труда и отдыха не соблюдаются. Бомбят с утра до вечера эти водители, потому что это же деньги. Вскоре в стране появится специальный реестр. В него включат всех, кто работает в этой сфере. Таксопарки, диспетчеры, водители. Каждое транспортное средство. Основной приоритет – обеспечить безопасность людей и легализовать работу перевозчиков. Крайняя мера – изъятие машины в досудебном порядке. На доверии поездить уже не получится. Будут определены основания для исключения из реестра. И планируется определить незаконную и запрещенную транспортную деятельность и деятельность водителей в области перевозки пассажиров в нерегулярном сообщении. В том числе и автомобилями такси без включения в реестр. Дырявое сведение – трещина на лобовом или лысая резина. Нередко перевозчики грешат и так называемыми дополнительными местами. За неполный 2023-й проверено свыше 10 тысяч авто. Нарушений – более 9 тысяч. В антирейтинге и превышение скорости. На трассе, как показывает практика, за рискованные поступки лихачи платят сполна. Это наше здоровье. Тем более дети есть, ездят с детьми. Не дай бог, что это, конечно, нужно, чтобы безопасно было. В большинстве-то все, может быть, эти перевозчики порядочные. Но среди них-то бывает, наверное, и не очень. В целях безопасности это действительно стоит и нужно делать постоянно. Контролировать обязательно нужно. И безопасности пристегивались, чтобы даже в маршрутках. У вопроса есть и финансовая сторона. 30 миллионов рублей потеряла Беларусь из-за неуплаченных налогов от перевозчиков. И это цифры только за 9 месяцев. Правоохранители пресекают сокрытие выручки, дробление бизнеса и зарплату в конвертах. В текущем году работниками инспекции были установлены два случая применения схемы дробления бизнес с субъектами хозяйствования города Бобруйска. По результатам проведенных внеплановых проверок доначислено в бюджет более 6,3 миллиона рублей. В Бобруйске только за два месяца изъято четыре автомобиля. Недобросовестный таксист оказывал услуги без госрегистрации. У трех водителей маршруток и вовсе отсутствовала лицензия. Зачастую пассажир и сам не знает, кто его везет. А ведь нужно не так много, чтобы облаченный проезд не стал билетом на тот свет. Мария Бересневич, Елизавета Липеева, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360.